Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы находимся дома и вещаем по-прежнему дистанционно. И начинаем выпуск с приятной новости. На сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусом в Дагестане не выявлено. В республике сохраняются прежние цифры статистики 25 заболевших. Еще 6 материалов сейчас находятся в Москве на исследовании. Тем временем на карантине в этой связи находятся почти 1000 человек. По истечении двухнедельного срока снято наблюдение с 500 человек. С призывом быть благоразумными в условиях режима самоизоляции к дагестанцам обратился муфти республики шейх Ахмад Афанди. Духовный лидер мусульман Дагестан отметил, что людям стоит серьезнее отнестись к реальной угрозе, нависшей сегодня над всем миром. Бисмиллах. Алхамду лилладу. Спас от б vídeoUC и надежwny модельмотрен dagestan. В позднее время уже, можно сказать, третий раз обращаюсь к вам. Это уже, конечно, не от хорошей жизни. Мы видим, что творится во всем мире, слышим, наблюдаем. И мы ждали вчерашнего выступления президента страны Владимира Владимировича Путина. И он обеспокоен и продлил срок режима. И исходя из этого, мы тоже должны еще более серьезно относиться к этой проблеме. И сегодня пятница. Некоторые люди интересуются насчет пятничной молитвы, поскольку это обязательно на каждого мусульмана. Лично я хочу вам сказать свое мнение, свое решение. Вы видите, уже скоро наступает время объединенного намаза, имеется в виду пятничной молитвы. Я лично в домашней одежде. И сегодня дома я буду молиться. Сотрудниками МВД Дагестана на въездах в города и населенные пункты республики будет осуществляться проверка соблюдения гражданами режима самоизоляции. Ограничения коснутся прежде всего личного автотранспорта, а не грузового и пассажирского, осуществляющих жизнеобеспечение населения. При обнаружении в салоне автомобилей пассажиров, нахождение которых вне места самоизоляции запрещено соответствующим указам главы республики, нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Исключение составит автомобиль и сотрудников, которые обязаны быть на рабочем месте согласно подписанному ранее указу. Граждане, не соблюдающие указанные нормы, будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству. Министр здравоохранения республики призвал население сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса. Джамал Дин Гаджи Ибрагимов напомнил о важности соблюдать простые правила по профилактике заболевания. Это прежде всего личная гигиена и карантин. Наряду с инфекционной больницей по приказу Минздрава в Первой городской клинической готовится перепрофилировать 250 коек для больных коронавирусом. На втором этапе с 23 апреля будет подготовлено еще 750 мест. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Городскую клиническую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом. В клинике уже начались подготовительные мероприятия. Медучреждение переводится на особый режим работы. Один корпус уже освобождается под прием больных ковид-19. В нормальном режиме больница может принять в свои стационары порядка тысячи пациентов. Пройдемте, покажите нам, насколько готово отделение. Это какой этаж получается у нас? Это у нас второй этаж. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. То есть пациенты, поступившие к нам с первичным положительным результатом, соответственно, поступают в отделение. Тут у нас находится палата реанимации. Она предназначена для пациентов с тяжелой степенью, то есть с тяжестью. Пациентов, которые нуждаются в даче кислорода или которые нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Палата рассчитана на, как вы видите, шесть коек. Соответственно, возле каждой койки у нас мониторинг, который будет проводиться круглосуточно. И, соответственно, аппарат искусственной вентиляции легких. Возле каждой койки реанимационного пациента у нас находятся, видите, кислородные точки. То есть все койки оснащены соответствующим оборудованием. Это костюм? Это противочемный костюм. Есть ли какие-то правила? Как его правильно надевать? Расскажите нам, пожалуйста. Начинается обработка с рук. Теперь вы присаживаете и одеваем этот противочемный костюм. Обязательно полностью конвечу. Снизу хорошо, если будет колбак. Одеваем перчатки. Обязательно нужно так, чтобы не была видна кожа. Закрывать перчатку. Так, одеваем халат. Одевается так. И повязки обязательно должны быть с левой стороны. И не подтягивайся иногда бантиком, чтобы легко можно было развязать вот таким разом халат. Обязательно должно быть полотенце с моченным концом, да за раствором. Восьмистойная обязательно внутри должна быть мастер. Ее одеваем прощевидным образом. Ну что ж, вот мы и примерили костюм противочемный. Достаточно тяжело здесь дышать, жарко. Но именно такая спецодежда уменьшит риск заражения медицинского персонала. По приказу Минздрава с 3-го числа этого месяца мы разворачиваем на первом этапе корпус на 250 мест и плюс хирургический отдельно стоящий корпус. Вторым этапом, это уже с 23 апреля, мы разворачиваем еще 750 коек. Для того, чтобы осуществить прием больных на 250 коек терапевтического профиля и все остальное хирургического профиля, коллектив в составе всей больницы полторы тысячи человек, мы готовы. Конечно, это не все полторы тысячи медицинского персонала, но до тысячи человек у нас сейчас готовы. Мы не являемся пока основной базой для принятия этих пациентов. Первая база, которую принимает на сегодняшний день уже пациенты, это инфекционная больница, которая развернулась на 320 коек. Вторым этапом разворачивается второй этап, это на 250 коек. И если понадобится, то всю нашу клинику по тысячу коек мы готовы развернуть на базе нашей больницы. Дагестанцы приглашаются к участию в акции «Мы вместе». Она направлена в помощь нуждающимся и пожилым людям в период эпидемии коронавируса. Зарегистрироваться в проекте можно по адресу мывместе2020.рф, где каждый может предложить свою помощь или получить ее, поделиться продуктами, средствами и услугами. Отметим, что на сегодняшний день желание принять участие в проекте изъявили уже 319 дагестанцев. Мы просим вас, чтобы нам помогали. Мы не в состоянии бегать, ходить по магазинам. Молодые, просим вас, чтобы нам помогали. Почаще заезжали, звонили, чтобы узнавали о нас. Очень просим вас. Карантин карантином, но жизнь продолжает идти своим чередом. Помимо больных коронавирусом, есть люди, которым для поддержания жизни необходима донорская кровь. Главное отделение службы крови в Махачкале обеспокоено. Из-за введенного режима самоизоляции запасы крови могут иссякнуть. Они обратились к дагестанцам не оставаться в стороне. Для того, чтобы люди свободно могли сдать кровь, приняты особые меры. Какие именно, узнавал Хамзанур Магомедов. Последние дни мы принимаем 25-30. Это для республики мало. Поэтому вас просим, сознательных граждан и наших доноров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Каждого обратившегося донора на спецмашине привозят в службу крови. Мы сейчас покажем вам, как это все происходит. Без бахилы защитной маски нас не впустили. Сразу же в ход электронным градусникам измерили температуру. Очень удобно, кстати. Он сразу показывает температуру у нашего донора. А сколько еще менять? Сейчас у вас 36,2. Температура в норме отправили заполнять анкету. После спросили о самочувствии и измерили давление. Он определяет объем собираемой крови и направляет на донацию. В среднем донор за один раз дает 400-450 мл крови. Ее максимальный срок годности – 42 дня. Поэтому запасы крови постоянно должны пополняться, даже в условиях карантина. Как нам сообщили врачи, специалисты, в лаборатории принимают только 5 человек. Укладывают через каждое кресло, чтобы соблюдать все меры предосторожности. После сдачи крови донор выбирает для себя либо бесплатно пообедать, либо получить деньги в размере 500 рублей. Но самое главное – мотивация чувства радости, что твоя кровь спасет чью-то жизнь. От начала моего пути, как только я зашел в службу крови, у меня это заняло где-то минут 20-25, в условиях такой тяжелой жизненной ситуации, когда распространяется подыме коронавируса, все находятся дома, эта кровь действительно в очень ограниченном количестве. И сдав кровь, один человек спасает три жизни. И у нас есть эта возможность, все меры безопасности соблюдаются. Поэтому, кто желает, может сделать это доброе дело. Чтобы сдать кровь, можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Вас не только привезут на станцию переливания крови, но и отвезут обратно. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте начали раздавать продуктовые наборы нуждающимся семьям. Руководство города, депутаты городского собрания, меценаты, бизнесмены и частные лица, объединившиеся, решили помочь малоимущим горожанам в период распространения коронавирусной инфекции. Продукты первой необходимости получат более 2000 семей. Списки нуждающихся были предоставлены социальной службой, общественной палатой города. Также туда включены те, кто обращался за материальной помощью к главе города. Первые коробки были разданы тем, кто каждый день заботится о городе – дворникам, уборщицам и озеленителям. Остальные будут раздавать малоимущим горожанам в течение нескольких дней. Огромное спасибо за поддержку, что в такой момент нас поддержали. Мы очень рады, что нас не забывают. И всем здоровья, нашим дербенцам, чтобы такое горе обошло стороной нас. Никто не болел. Это было все на сегодня. Всем здоровья, удачи и достания. Редактор субтитров А.Семкин